Здесь точно не всё так просто. И тут не всё так просто-то, господи, да сколько ж можно-то, когда будет просто? Всем привет, вы на канале Диофплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Sound of Drop. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Не забываем подписаться на моё телегу и вступить в мой Дискорд. Ссылки в описании под видео, ну и погнали! Энергия в виде душ формирует этот мир. Нельзя сказать, что души живые, однако они близки к живым существам тем, что имеют некую подвижность мысли, вы понимаете? Она играется с нами, видя нашу реакцию. Но я всё равно внимательно слушаю, так как мне показалось, что она говорит правду. И сейчас она явно не станет лгать. Ну и чё? Глядь. После небольшой паузы Сагину Марияка гладит Мари по голове. Встретившись со мной, взглядом Мари со всё тем же лицом, лишь крепко сжимает губы. Но мне показалось, что в её глазах я заметила некую борьбу. Покинувшие оковы времени души, подчиняясь наиболее сильной мысли, создают вероятности. Таков этот мир, который пытается убить вас, чтобы вобрать в себя ваши души. Подожди-ка! Разве этот мир не был создан злостью, которую испытывал к тебе папа? Да, этот мир был создан так. Злоба директора направила души рыб. И вместе они родили этот мир. Но сейчас всё иначе. С течением времени, продолжая заманивать в себя всё новое души ради питания, главная мысль этого океанариума сменилась со злобы на поддержание самого себя. Сейчас эти злобные проклятые души пытаются лишь поддерживать этот мир, чтобы он продолжал существовать дальше. Вы понимаете, что это значит? То есть ты хочешь сказать, что папы Сакураки и Сао уже нет? Даже его души? Наконец-то начала выдавать хорошие догадки, но жаль. В прямых расчётах ты не ошиблась, но выбрала не тот путь решения. Хватит лить воду, быстрее! Для Сая это правда, которую я на любой ценой обязана узнать. И если окажется, что правда, которую она хотела достичь, не существует? Он существует в виде потерявшей индивидуальности частицы этого океанариума. Можно сказать, что этот океанариум состоит из тысяч душ, потерявших свои оболочки. Тогда почему ты здесь? Ты же точно Сагину Марьяка! Причины две. Первой является то, что ваши узы вывели меня на поверхность. Она гладит Мари по голове. В момент, когда рука коснулась её головы, Мари на мгновение зажмурила глаза. Здесь точно не всё так просто. И тут не всё так просто-то, господи, да сколько ж можно-то? Когда будет просто? С этой мыслью я жду продолжения её слов. И вот вторая причина. Потому что мне было противно. Я хотела быть Сагину Марьяка. Я тоже являюсь собой Майю. Через некоторое время мы с Маритян станем единым целым. И образуем новый концепт. Хотя нет, мы на этом не остановимся. Концепт? Что это значит? И правда, что это значит? Это уже воплотившаяся в жизнь вероятность. Поэтому тебе знать нет смысла. Воплотившаяся в смысле? Вон лежит сосуд, который он пытался использовать. Вы о Кензи Сане? Да о нём. Хотя тогда он уже был не совсем собой. Не совсем Кензи Куном. Он стал лишь пешкой в руках Сакураги Исао, который пытался вмешаться в происходящее. И если говорить совсем просто, то он захватил его тело. Когда он насильно пытался вытащить из тела его душу, то она взяла и исчезла. Благодаря тому, что он исчез, мы можем перехватить управление этим миром. Ха-ха. И я даже благодарна. Это сделал папа, но ты же сказала, что он потерял свою индивидуальность. Он одновременно является и индивидуумом, и общностью. То есть он одновременно является и Сакураги Исао, и Океанариум Монтан. Всё ещё не поняла? Ха-ха. Я считала тебя более умной. Она бросила косый взгляд на останки Кинзи Сана. И на её губах заиграла мрачная улыбка. Я практически ничего не поняла из того, что она сказала. Как это индивидуум может быть общностью? Возможно, для нас, живых людей, подобное находится за гранью понимания. Однако её слова вызвали во мне один единственный вопрос. Вы убили Кинзи Сана. Ха-ха. То есть ты убила папу второй раз? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Её режущие уши смех становится всё громче. Сая сморщила брови и грозно смотрит на неё, как и я. Это грозное выражение, оооо, моё мир. Ха-ха-ха. Хотел бы тогда увидеть жалобное, что ли? Этот разносящийся по кабинету громкий смех служит для нас отличным подтверждением. Мы ещё не знаем, что и как она действительно хочет сделать. Её мотивы тоже остаётся неясны. Однако Сагину Мориака убила Кинзи Сана и директора. Мари, с ней рядом нельзя находиться. Она убийца. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Что смешного? Не прощу так смеяться, видя перед собой Кинзи Сана в таком виде. Ма-ю. Ну же, Моритян, тоже можешь посмеяться. Прекратите, Мори, иди ко мне. С таким плохим человеком нельзя оставаться. Сакураги Сао, пользуясь телом Кинзи Куна, убил множество людей ради поддержания существования Океанариума. И ты будешь продолжать утверждать, что это плохо уничтожить такое зло? Конечно. Майоми, хватит. У нас нет времени на препирательство с ней. Папа был основой всего, и если снова исчезнет, то и все это место должно исчезнуть. Попрощайся с Марией, и бежим отсюда вместе к Хи... Вместе с Химена. Но... Верно. Да и пора бы уже зам... Заметить свое заблуждение. Увидев, что Сая схватила меня за руку, Сагину Мариака снова пытается привлечь к себе внимание. На ее лице все та же злобная ухмылка. Она назвала тебя плохой, Маритян. Что? Кинзикуна, вернее Сакурагиса, убил никто иной, как Маритян. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А? Майюми, не верь ей. Саитян, тебе была интересна причина смерти... Смерти Кинзикуна, верно? Сказала, что раз наружных ран нет, то это мог был быть яд. Но на самом деле ты заметила, не так ли? Губы, глаза, все остальные части тела. В них нет никаких изменений, воспалений и опухолей. О, блядь, опухолей тоже нигде нет. То есть это не яд. Прекрати! Ты догадалась об этом посреди моего рассказа, и поэтому начала торопить меня. Нет, ничего подобного. Его душа была удалена, исключена из общности душ под названием Океанариум Мантен. Ха-ха-ха, такой человек не может сделать, верно? Но вы уже... Умерла, стала кем-то вроде привидения. То есть, поэтому ты хочешь сказать, что можешь высасывать душу или что-то вроде такого? Ну, это возможно, если объединиться с Океанариумом. Но я же уже сказала, забыла, что я хочу быть с Огеномой Реака. Тогда Мари тоже должна быть как вы. А вот и нет. В моей душе много различных эмоций. Ненависть к директору, волнение по поводу будущего Океанариума, неприятие... Неприятие своей смерти... Все эти эмоции негативны. Если выразить их цветом, то они будут красными. Равно, как и все души Океанариума. Но Мари Тян другая. Ее душа цвета чистейшей воды. Именно поэтому она не может соединиться с Океанариумом. Хотя в некотором роде она является его частью. Можно сказать, что она является истинной отличной от истинной Океанариума. Это позволяет ей использовать его силу, если она захочет. Не будет преувеличением сказать, что все происходящее в этом изолированном мире происходит по воле моритян. Но... Даже если все это правда, то Мари никогда не убьет или удалит кого-нибудь. Это я ей подсказала. Что если она хочет, чтобы вы смогли спокойно вернуться домой? То этот мир нужно один раз уничтожить. Хе-хе-хе. А для этого нужно уничтожить душу директора. И еще я рассказала, что если Мари Тянда станет в заново созданном, уже подвластном ей Океанариуме, новое тело, то она, как и директор, сможет влиять на реальный мир. Понимаешь смысл? Мари сможет вернуться? Майоми! Но это... Да ладно, че, неужели это прокнет? Новое тело не появится просто так. То есть, ей придется захватить тело какого-то человека и использовать его как сосуд. Тягивать в это невинных людей. Если пожертвовать одним человеком, то Мари вернется. Я всегда хотела встретиться с ней. Я люблю ее. Но это... Совершенно недопустимо. Жаль. Это совершенно недопустимо. Я не хочу, чтобы Мари делала подобное. Я смотрю в лицо Мари. Совсем без понятия, какое у меня самой сейчас лицо. Мари, так нельзя. Я просто хотела быть рядом с тобой. Но такой способ, он не пойдет. Я отвожу взгляд от нее. Больше я не могу смотреть на ее лицо. Внутри меня чувства сражаются с рассудком. С одной стороны, любовь к Мари, с другой, человеческая мораль. Я хочу быть с ней вечно. Но этот путь плохой. Я не хочу прощаться с ней здесь. Однако, такова реальность. Но... Но... Я просто... Я просто... Думала порадовать тебя. Как я тут буду рада. Прокричала я, потому что хотела откинуть свои чувства. Ма... Ё... Нет. Я не в этом смысле. Ха-ха-ха-ха. Взяла и отвергла ее. Свою собственную сестру. Сагино Мариака кладет руки на плечи Мари и поворачивает ее к себе. Мари широко распахнула глаза. На ее лице написан страх. Заткнись. Это очевидно, что подобный выбор невозможно сделать. Я... Просто... Мари подкашиваются ноги, и она падает на месте. Мари! Не ты была отвергнута. В ответ на ее провокационные слова, я на мгновение замираю. И в ту же секунду кабинет словно бы содрогнулся. Заквариума внезапно начал литься синий свет. Кабинет чинится. Куда бы синий свет не коснулся, оттуда исчезают следы разрухи. Вскоре кабинет директора из руин превратился в прекрасную комнату. Прекрасно, сила, собирается. На синем свете это не закончилось. Что это? Какое это изображение в свете? Как она и сказала, в синем свете смутно что-то виднеется. Постепенно это нечто обретает очертания, пока не принимает вид восточного здания Мантон. Это наполняющий кабинет синий свет, похожий на экран кинотеатра. Не прошло и минуты, как мы можем до мельчайших деталей различить, что на нем изображено. Кимана и я. Мы с Кимана ходим по магазинам восточного здания. На лицах наших нарисованы улыбки и вообще видно, что нам очень весело. Такое ощущение, что я смотрю какую-то хронику, но я не помню, чтобы я делала такое. Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Перед вами одна из вероятностей. Одно из вероятных будущих. Мультивселенная пошли, да ну нахер. Моритян, ты же понимаешь, верно? Громким голосом прокричала садину Мария Камари. Ты была отвергнута. Твоя сестра выбрала будущее не с тобой, а со своей подругой. Тебя бросили. Изображение показывает другие эпизоды с нами. Среди них был Овен, который со мной точно случался. Все это вероятности. Но садину Мария Камари ошибаются. Это неправда, этого не может быть. Я никогда бы не бросила Мари. Я просто... Весьма слабое оправдание. Видеть их... В этих изображениях Моритян нет, а ты очень весело смеешься. И я тоже, почему? Появилось изображение, где мы весело развлекаемся, с Сая. Еще появилось изображение, где я радостно разговариваю с какой-то незнакомой мне девочкой. Я не знаю из себя такую. Нет, Мария, это все не так. Я не хочу это слышать. Это ложь. Даже если я буду кричать, я все равно не смогу до нее достучаться. Она уже отвергла меня. Это означает, что в жизни Наканобо Майюми не было нужды в Наканобо Мари. Даже без тебя ее будущее наполнено улыбками. Изображения начали появляться и исчезать быстрее. Так быстро, что даже не успеваешь заметить, что на них. Но Мари уже не смотрит на это будущее. Она ни на что не смотрит. Ты же понимаешь, что ты должна сделать, чтобы быть нужной сестры, верно, Маритян? Мари, ничего делать не нужно. Я... Я кидаюсь к Мари, которая стоит на коленях на полу. Мне плевать, что там говорит Сагину Мариэка. Меня это не остановит. Мариэк. Но моя протянутая рука ее не достигает. Такое ощущение, что кто-то из силы ее оттолкнул. Нет, наверное, я просто наткнулась на какую-то преграду. Мариэк. Мариэк даже не взглянула на меня. Изображение исчезло и наполняющий кабинет синий свет постепенно начал превращаться в красный. Алый, как кровь в свет. Окрашивается красным, значит, что-то должно произойти. Слово Сая заставляет меня напрячься. Но я должна сказать Мари, как следует ей все выразить. Потому что Мари для меня самое ценное на свете создание. Ну же, уничтожи Сакураги Сая. Это нужно сделать, чтобы сделать сестру только твоей. Нет! Мари смотрит на Сая широко распахнутыми глазами. Возможно, нечто, что оттолкнуло меня, нападет на нее. Чтобы Мари пыталась уничтожить Сая, это абсолютно непростительно. Непростительно. Я встаю между ними, широко раскинув руки в стороны. Я закрываю Сая с собой. Что бы ни случилось, я не позволю ей этого сделать. Поэтому я внимательно смотрю на Мари. на прошлое время ничего не происходит. Подернутым красным цвет, красным цветом мире властвует тишина. И провластвует она уже до следующего раза. На этом на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин